Разобрались. Слава Фомичеву. Петрович, можно ли мне сейчас делать масляные кризисы с маслом от запоров? Емороз замучил тоже. И слабительные какие-нибудь пить. Вот знаете, вот Славу Фомичеву, я ему ответил... Я, конечно, чувствую, что человек страдает, потому что у меня у самого был Емороз. Мне самому плохо. И знаете, я хочу сказать, вот у меня много так уже крутилось на языке, и я как-то все-таки не решался, но так как я смелый человек, скажу, я созрел как учитель. В каком смысле? В смысле в том, что у меня была куча всевозможных заболеваний, всевозможных болячих, болей и так далее, через которые я прошу, и когда мне человек пишет, что у него Емороз и так далее, а у меня у самого был Емороз, и значит, плюнуть на эту проблему, и как ты там, Хрома, хочешь так, а Слава, как ты хочешь, так и живи, это, 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 знаете, вот, нехорошо, скажем так. Потому что вот ты по мере своего развития, ты становишься как бы частью всего этого целого, и вот это вот целое помогает тебе, чтобы различные частицы этого целого в виде людей, в виде, допустим, того же Славы, что-то, если ты можешь ждать, она-то тебе дает, чтобы ты этим поделился. Я ему, я ему уже рассказал. Вот он, смотрите, можно между себя делать мысленные клизмы, с маслом, с запором, значит, слабительные, что-нибудь пить и так далее. То есть человек, он не ориентируется в процессы оздоровления, он не понимает на какой, как бы сказать, стадии он находится своего развития, ну, у него вот болит, ему вот хочется, а для того, чтобы как бы вот это вот все начало разребаться, вы знаете, я выскажу такую интересную вещь, вот насколько ты поумнеешь, настолько ты и поздоровеешь, я это ощутил на себе, настолько же и улучшится твое благосостояние. Это очень интересная закономерность, которая, я не хочу сказать, что я, это самое, выявил его, я просто-напросто ее понял. Это очень интересная вещь. Так вот, Слава, он не созрел до таких вещей, и я ему, я ему, да, и когда человек не понимает, вот смотрите, геморрой и запоры, это проявление жизненного, перевозбужденного жизненного принципа ветра, то есть сухость и холод в организме. Я ему сказал, чтобы вот этого вот не было, значит, первое, ты просто-напросто успокойся, волнение вызывает жизненный принцип ветра. Все там, разлаживается все процессы, надо успокоиться. Для этого теплые ванны, я сказал, принимать. Вот, успокоиться, принимать теплые ванны и просто-напросто делать прогулки в течение трех месяцев. Для чего? Для того, чтобы человек как-то пришел к себе, потому что, не понимая этого, он может, допустим, голодом еще более перевозбудить. Он сначала там поможет на каком-то этапе, потому что одно дело провести голода не дует, другое дело выйти из него. На каких продуктах, в каких условиях, это большое дело. А тут как раз на выходе подстригает еще большее сухость и холод, то есть при возбуждении ветра. И то, что якобы пройдет, там геморрой, там запоров не будет, потому что во время голодания что-то уходит. Вот, все это появится еще с большей силой. И человек вообще тогда не поймет, что делать, как делать и с чего начинать. Понимаете, вообще полная разадаптация. Поэтому я ему, я говорю, не спеши, вот успокойся. Не надо никаких там с маслом там клизм делать, это геморрой замучил и так далее. Вот, вот надо нормализовать, вот, как до этого говорят, работать со своей собственной жизненной энергией. Надо просто сначала успокоиться. Надо расслабиться. Нету этого, чувствуется вот это. И давать какие-то там советы на, вот, на такой почве, это неблагодарная вещь, потому что они могут привести к еще большим проблемам. Главное, я сказал, вот это. А заодно, заодно, я как раз бросаю вот эту вот ссылку, Малахов Про, мой сайт, заходите, читайте, не спеша, вникайте во все это. Учитесь, вот, там этого нету, но я сейчас только вам сказал. Учитесь вот эту вот энергию жизненную не тратить на волнение, не тратить на спазмы, а учитесь ее и тянуть, и накапливать, и не расходовать, чтобы она начала работать в вас. То есть никакие лекарства, никакие процедуры не будут работать, пока у вас нету жизненной энергии, которая смогла бы их применить для себя. Ну, нету, понимаете, вот, жизненной энергии, вот, особенно у стариков, а им там хотят, там, грубо говоря, печень почистить или еще. На мощное, и знание этих камушков, на мощное сокращение, у них нету силы. И также тут нету, понимаете, вот это вот всего, что должно быть. Надо успокоиться. Слава, успокойся. По мере возможности, применяя вот эти вот ванны, прогревающие, потому что надо вот это вот вытеснить из себя. И успокойся. А на это, как правило, где-то месяца-то три уйдет. Да, будет больно, будет там больно. Но потихонечку, через какое-то время все это пройдет. А пока ты вот не осознал, что, что и как, ну, нечего советовать. Это любая рекомендация, там, до этого, а можно мне поголодать, а можно мне, там, урину попить, а можно мне еще что-то поделать. Все это, знаете, просто-напросто, вот человек не понимает, что и как, может привести к еще большему ухудшению состояния. Вот, еще раз, вот какое-то у вас непонятное такое состояние. Там болит. Ага. Боль вообще, великий учитель, который указывает, что, что что-то ты делаешь по жизни не так. Остановись. Успокойся. Подумай. Вспомни. Что, что, как, откуда. И устрани это. Не надо там какие-то даже, вы знаете, я сейчас пришел к тому, что даже особо процедуры никакие не надо делать. Важно понять, что с тобой происходит. И просто-напросто далее, отчего это происходит, и устранить то, отчего это происходит. И как только это человек сделает, его проблема начинает уходить. Слава. Малахов Про. Залазишь и читаешь. Спокойно читаешь. Я даже понимаю, что возможно надо работать. Я не знаю, сколько вам лет. В каком вы там состоянии и так далее. этого подобное. Но жизнь дала вам испытание. Его можно пройти, стать сильнее. Нет, она вас просто-напросто сломает, озлобит. И урок будет не пройден. не пройдет. не пройдет. не пройдет. Продолжение следует...